Здесь стоял шкаф. У нас все висел, одежда осенний, зимний. После пожара целыми на кухне остались только стены. Вся техника сгорела. В свой дом, где прожила 10 лет, Шамсинур-Бахитова заезжает только за теплыми вещами, хотя они в копоте и саже. Пожар начался на этой кухне. Шамсинур-Бахитова готовила ужин, ждала сына с работы. Вот здесь стояла плита. По неосторожности прихватка попала на конфорку, огонь перекинулся на вытяжку. Позже загорелись и стены. Женщина думала только об одном, как спасти себя, и побежала за помощью. К приезду спасателей половина дома уже была в огне. Пенсионер до сих пор не может понять, как осталась жива. Гипертоник я третьей степени. Подняться давали, не могу. Я упасли в огонь. Меня самой ей спасли. 78-летнюю Шамсинур-Бахитову приютили знакомые. Сына с семьей, которые тоже жили здесь, друзья. Снимать квартиру дорого, говорит ветеран труда. На это уйдет вся пенсия. Помочь с временным жильем в администрации города не могут. Специальной программы для погорельцев нет. Поэтому женщина хочет восстановить свой дом. Покрыть надо крышу, самое главное. Очень прошу я, как мать. Может, виноват я. Может, сделаем газ, может, тепло сделаем. На восстановление жилья нужны сотни тысяч рублей. Женщина просит помочь неравнодушных. А кошка снова провожает свою хозяйку. После пожара она здесь единственный житель. Малышка, где ты живешь-то? Анна Городова, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань. Анна Городова, Марат Сидгараев, ТНВ. Анна Городова, Марат Сидгараев. Анна Городова, Марат Сидгараев, ТНВ.